МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил, вот знаете, вот невооруженным взглядом, как мне кажется, видно, что депутаты регионального парламента делятся на тех, кто постоянно у микрофона, в свете телевизионных камер, и тех, кто, ну, не слишком, что называется, на виду, как бы в тени немногоословны. Вот для меня вы все-таки из второй категории людей. И я хочу спросить, может, характер, может, какая-нибудь жизненная такой принцип или что-то? Вот можете немножко раскрыть в начале встречи так карты? Ну, во-первых, депутаты, которые постоянно у микрофона, это депутаты опытные. Вы признаете, что вы новичок? Да, я признаю, что я новичок. И для меня, конечно, когда я в ЗАГС собрания попал, ну, было несколько непривычной вот эта обстановка, когда все под камерами, значит, и надо выступать, и говорить, и свое мнение надо доказывать громко и... И убедительно, и убедительно хотелось бы, да. Да, поэтому для меня, ну, во-первых, для меня сегодня это школа. Значит, ваше выступление яркие, эмоции впереди, наберите все опыты, да? Я так понимаю. Нет, ну, с другой стороны, я, наверное, и по натуре не такой, что как-то люблю выступать и пиариться. Я больше, наверное, я бы сказал, больше я привык к такой, ну, скромной работе, наверное, вот так вот. Ну, сегодня вы попались. Да, ну, сегодня все камеры на вас, так что, поэтому, давайте поговорим. Тем более, хочется познакомиться ближе. Предложение, мое предложение такое. Очень так, я считаю, что бурно началась осенняя сессия, были такие спорные принципиальные моменты. И первое, что предлагаю, вы только что вернулись из Вятских полян, выездное заседание комитета, тема промпарки, ну, безумно важная, особенно для нашего бюджета, ну, согласны, наверное, да? Конечно. Я, честно говоря, почитала своих коллег-журналистов, заголовки такие критические, там, элементарно то, что дорогу размыло к промпарку дождем, и это уже, что ж там видеть, если дорогу даже размыло? Тем более, что перед носом прессы финал все это закрыли. И вот, может быть, вы все это видели изнутри ситуацию? У вас тема вызывает все-таки больше пессимизм или оптимизм? Здесь меня не столкнулись. Я являюсь заместителем представителя комитета по экономической политике, да? Вот. И я вам скажу, что мы за этой ситуацией в Вятских полянах следили уже на протяжении двух лет. Вот. На протяжении двух лет. И вот эти все два года, значит, мы слышали красивые обещания, слышали, регулярно заслушивали отчеты руководства промпарка. Красивые обещания со стороны кого? Руководство промпарка, правительство области? Ну, в первую очередь, руководство промпарка. Надо сказать, что руководство промпарка поменялось несколько раз за это время. Да, если вспомнить там... Это что, были кадровые просчеты? Несомненно. Несомненно, это были кадровые просчеты. Но при этом, я думаю, что было недостаточно контроля со стороны правительства, со стороны курирующих заместителей, со стороны департамента промышленности. Вот. За что мы постоянно департамент промышленности, конечно, воспитывали. Жюрили. Пришло время, видимо, действовать. Жюрили, да. Пришли к той точке. Ну, к сожалению, вот нас успокаивали, и мы свято в это верили, что все-таки все будет хорошо, хотя очень сомневались. И вот в июле, в июне последний раз, я проводил тогда вместо председателя вот как раз комитет очередной, и мы заслушивали корпорацию развития, которая опять же нам, значит, красиво рассказывала, что будет у нас все хорошо, и в декабре мы уже запустим промышленный парк. И тогда было принято решение назначить выездной комитет. Так в декабре будет запущен парк? Вопрос-то, что называется, на засыпку, а? Нет, точно даже нет, никто не сомневается. И даже губернатор, значит, уже вслух сказал, что точно видим, что этого не произойдет. Какая основная причина? Я считаю, что основная причина – это непрофессионализм управляющих этим процессом. Вот всегда, когда есть такая ситуация, возникает вопрос. Кто виноват и кто будет наказан? Ну, виноватых-то находят, а вот момент наказания, а потом всегда исчезает. Ну, к сожалению, момент наказания, он зависит не от нас. Значит, здесь, я думаю, что губернатор будет принимать какие-то решения. Но вот то, что ситуация остро уже стоит, я считаю, заслуга как раз депутатов и комитета нашего в том, что мы наконец-то показали эту ситуацию, вскрыли. Ну, вы сами предложили, что без бюджета сегодня не обойтись, тем более, это, наверное, будет самая громкая тема, да? Она уже бурлит, начиная с первого самого заседания, когда уже начались разговоры о бюджете. Ну, вот вы меня знаете, что поразило, я не первый год освещаю этот момент, всегда звучит тяжелый бюджет, да? Ну, вот сейчас еще добавилось там очень тяжелый бюджет. Вот согласны, да, именно с такой добавкой? Да, абсолютно согласен, абсолютно согласен. Ситуация усложняется тем, что на рынке наступает такой, какой-то, я бы не сказал, что кризис, но стагнация идет. Она заметна сегодня тем, кто работает в бизнесе, кто в промышленности, они это чувствуют на себе. Ну, естественно, последствия сокращаются налоговые поступления. Та же ситуация и происходит в федеральном бюджете, соответственно, федералы тоже не могут в полном объеме оказать поддержку. Это предприятие регионы, что сокращение финансирование не будет? Да, и вот сегодня миллиарды мы недополучаем от федералов, и миллиарды мы не получаем от промышленности. Пожалуйста, вот результат. Где они, резервные точки, на которые можно максимально обратить внимание? То, что мы имеем сегодня, да, кредитальную ситуацию нам уже не изменить, да? Нам придется входить в 2014 год с этим бюджетом, который есть. С очень тяжелым бюджетом. Да, с очень тяжелым. Ну, перестановки из статьи в статью невозможны. Ну, за это и будет борьба. Да, и за это и будет борьба. Но кардинально не изменить ситуацию. Здесь смогут изменить или там федеральная поддержка. Я так понимаю, что губернатор сейчас... Ну, хорошо, принимайте. Кардинально не изменить, но кардинально не потерять хотя бы. Ну, вы правильно сказали. Сейчас кардинально не потерять. Поэтому я уже высказывал свое мнение и буду это отстаивать, что сегодня нужны меры по поддержке промышленности. Во-первых, мы должны работать на удержание предприятий в Кировской области, чтобы они не уходили за пределы, как это произошло. На возврат предприятий, которые... Это реально? Я думаю, что это реально. Надо работать с каждым предприятием индивидуально. Вот. И искать какие-то компромиссы, искать какие-то общие интересы и так далее. И возвращать их к тому же. Например, с кем бы вы в первую очередь поработали? Из ушедших, кто на слуху может быть из известных? Ну, к сожалению, пока вот списка такого нет, ушедших, да? То есть его надо составить. Да, вот надо начинать с того, что этот список надо составить. Мы уже поднимали этот вопрос, и, в принципе, правительство в области поддерживает. Поэтому я думаю, что скоро список такой будет. На финал хочу небольшой личный вопрос задать. Вот. Ну, знаете, там, как у мужчин. Посадить дерево там, что построить дом, да? Вырастить сыновей. По сыновьям вы план перевыполнили. Да. А что, три богатыря, да? Растут. А вот здесь сейчас какая-то такая вот глобальная идея у Михаила Скворцова. Вот та цель, на которой он очень здорово нацелен. Ну, наверное, цель сегодня – это в моем бизнесе, в развитии моего предприятия. Сегодня мы работаем на лесном рынке. И мы занимаемся тем же, чем и многие другие предприниматели. Это лесозаготовка, деревообработка. Но мы идем чуть впереди других, да? И по меркам, скажем, Кировской области мы одни из лучших. Вот. Ну, я очень много езжу по миру. Я был на стажировках и в Японии, и в Америке. Я видел много предприятий, успешно работающих, современных предприятий, да? И моя цель – построить предприятие вот такого мирового уровня, чтобы мы соответствовали всем мировым стандартам. А долго ждать? Ну, я надеюсь, не очень долго. Ну, тогда мы подождем. Хочется быстрее. Мы подождем. Спасибо за встречу. Все? Что ли? Типа да. Да. Спасибо большое. Как быстро? Спасибо. Спасибо.